Незанятая молодежь – одна из тех категорий, которая не может применить свою рабочую силу. Она является маловостребованной группой на рынке труда, в силу разных причин. Это одна из важных социальных проблем всей страны. И потому помочь молодым людям устроиться на работу или создать собственное дело – главная цель регулярных встреч Хокимобласти с молодежью. Очередной адрес – специализированная общеобразовательная школа 11 города Катакургана. Гульхайон Уримова также, как и многие участники, просит ее трудоустроить, так как ее попытки ни к чему не привели. Молодая девушка поведала свою историю. Она потеряла отца, у самой есть инвалидность. Много средств уходит на поддержание здоровья, и одной маме трудно справиться. Она просит оплатить контракт в медицинском колледже. Много средств уходит в медицинском колледже. Молодые люди поделились своими планами, на реализацию которых нужен первоначальный капитал. Так, например, молодежи, чтобы начать свое дело, нужно приобрести швейные машинки, мотороллер, сварочное оборудование и другое. Следующая встреча прошла в общеобразовательной школе 12 городка Ингичка. Здесь, в городке, немало проблем. Трудности с трудоустройством не только у молодежи, но и старшего поколения, так как в этой отдаленной местности практически нет какого-либо производства и других возможностей. Ребята говорили о том, что не хватает спортивных залов, где можно было бы заниматься спортом. Попросили помочь с выдачей кредитов, отремонтировать дороги, наладить подачу газа, решить проблемы с канализацией и кадастровые вопросы. Сатур организовал большой сад на выделенной земле. На одной части желает заниматься животноводством и построить пару вспомогательных зданий. Парень интересуется, будут ли правомерны его действия. Производительное место коля Bitchlan, дать разведу, никак не хватает души. Чего у нас не в столь, да? Например, если вы хотели бы наушать, я не захотела бы наушать, но не должна была бы решать и создатьmi полу. На этой квартире не решилась. Для этого не было бы не решилась. В школе 12 также много прозвучало просьб помочь с трудоустройством. Многие выразили готовность работать в сфере строительства. Хокимом области поручено заместителю Хокимом области по строительству вместе с руководителями крупных строительных компаний провести встречи с молодежью. И максимально оказать поддержку по трудоустройству. Всего в диалоге приняли участие около 200 молодых людей. Каждый вопрос взят под контроль с обязательным исполнением на протяжении 10 дней.